Добрый день, дорогие российские и германские участники, уважаемые спикеры и гости нашей программы. Я прошу всех участников настроиться на свой языковой канал. Внизу в окошке зума вы видите значок глобуса. Если вы на него нажмете, вы сможете выбрать соответствующий язык, немецкий или русский. Итак, нашим сегодняшним вебинаром мы продолжаем международную программу повышения квалификации под названием «Медиация. Меняется мир, меняемся мы». Меня зовут Вадим, и я буду вести нашу встречу от имени организатора программы некоммерческого объединения «Немецко-русский обмен», сокращенно ДРА. Напомню, что наша программа нацелена на практикующих медиаторов, а также на профильных специалистов и государственных служащих в области социальной защиты. Цель нашей программы – содействие более широкому применению медиативных технологий в социальной сфере. Тематическую концепцию программы разработал Московский институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы, ведущее образовательное и научно-исследовательское учреждение в области повышения квалификации специалистов социального профиля. Координирует программу «Немецко-русский обмен» – некоммерческая организация, реализующая проекты кооперации между специалистами, учеными, волонтерами, журналистами и молодежью. Консультантом нашей программы выступил Паритетный союз Федеральной земли Берлин – самое крупное и самое старое патронажное объединение социальных и благотворительных организаций Берлина. С российской стороны мероприятие проходит под патронажем Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Финансирование программы осуществляется из средств фонда «Германо-российский молодежный обмен». Слово сказать, тема нашей программы «Применительно к России и Германии» была выбрана не случайно. Глядя на наши страны, можно провести немало параллелей. В 1990 году состоялось воссоединение Германии. А год спустя на месте бывшего СССР было образовано Содружество независимых государств. Эти два события вызвали серьезную трансформацию общества. И с того момента, как в России, так и в Германии наблюдается очень высокая динамика социальных изменений. Как России, так и Германии пришлось искать ответ на такие вызовы нового времени, как ослабление консолидации в обществе, социальное неравенство, внутренняя и внешняя миграция, демография и занятость. И российское, и германское общества стали очень неоднородными, в связи с чем конфликтный потенциал возрос в разы. Все это отражается прежде всего на семьях. В этом контексте медиация приобретает решающее значение. И с полной уверенностью можно сказать, что институт медиации в ближайшем будущем прочно войдет в нашу жизнь. На нашем прошлом вебинаре мы познакомились с основными принципами и методами медиации в семейных конфликтах, а также отметили актуальные тенденции в данной сфере в России и Германии. Тема нашего сегодняшнего вебинара – технология сопровождаемого общения с ребенком, инструментарий и практика наблюдения. Дети имеют право общаться с обоими родителями. Это право сохраняется также и в том случае, если родители проживают раздельно. Каждый родитель, в свою очередь, имеет право общаться со своим ребенком и заниматься им. Однако во многих случаях в подобных ситуациях возникают определенные конфликты. И одно из возможных решений – это сопровождаемое общение, это встреча ребенка с отцом или матерью, которые проходят под наблюдением третьего нейтрального лица. В рамках нашего сегодняшнего вебинара наши немецкие и российские спикеры ответят на следующие вопросы. Какое влияние оказывают на психику ребенка или подростка критические ситуации в семье? Как сопровождаемое общение может помочь детям и родителям выйти из кризиса? Какие практические методы сопровождаемого общения используются в Германии и в России? После докладов у нас будет возможность задать спикерам вопросы и обсудить с ними инструменты и практику осуществления такого сопровождаемого общения. На сегодня у нас запланировано по программе два доклада, по два спикера на каждый доклад. И первыми выступят социальный педагог и системный консультант Катрин Хавличек, член Ассоциации защиты детей и молодежи Берлина и Бранденбурга и педагогический руководитель региональной группы района Берлин-Миты в данной ассоциации. Вместе с госпожой Хавличек выступит социальный педагог и специалист в области защиты детей Хенрике Хан, также работающая в Ассоциации защиты детей и молодежи Берлина и Бранденбурга в рамках воспитательной помощи. Катрин Хавличек и Хенрике Хан познакомят нас с конкретным случаем медиации и опишут на его примере процедуру сопровождаемого общения и используемые инструменты. После этого будут перечислены общие проблемы, включая нынешнюю пандемию. На этом месте мне хотелось бы обратить внимание участников на некоторые технические аспекты. Вопросы нашим докладчикам, пожалуйста, задавайте в окошко F и A. Внизу, посмотрите, пожалуйста, внизу вашего окна в Zoom расположены значки. Первый значок – участники, второй значок – F и A. Два таких облачка. Если вы на него нажмете, у вас открывается специальное поле, в которое вы можете задать вопросы нашим спикерам. Третий значок – чат. Чат мы используем только для взаимного общения. Может быть, у вас будут какие-то комментарии, предложения, сообщения для ваших коллег. То есть сюда мы пишем все то, что не относится к нашим докладчикам. Затем я ваши вопросы сгруппирую по темам и задам их спикеру. Также я хочу обратиться к нашим докладчикам. Мы работаем с синхронным переводчиком. Пожалуйста, не торопитесь во время доклада и делайте небольшие паузы между смысловыми блоками и слайдами. Госпожа Хавличек, госпожа Хан, прошу вас. 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 детям и молодежи Берлина и Бранденбурга. Эта ассоциация действует на всей территории Германии и предлагает самые разные услуги. Одна из этих услуг – это так называемое сопровождаемое общение с ребенком. Но перед тем, чем глубже вникнуться в эту тему, мы хотели бы немножко объяснить, что это такое сопровождаемое общение, какие есть основы и принципы этого порядка сопровождаемого общения с ребенком. После этого госпожа Хан вам приведет пример из практики и будет объяснять, каков порядок сопровождаемого общения с ребенком. После этого несколько слов о тех инструментах, которыми мы располагаем в рамках сопровождаемого общения. И в заключении, как четвертый шаг моей презентации, мы поговорим о особых вызовах, с которыми мы сталкиваемся. Сопровождаемое общение. Вы видите здесь на первом слайде определение этого понятия сопровождаемого общения, которое дается нашей головной организации. То есть сопровождаемое общение – это профессиональная социально-педагогическая поддержка в целях содействия контактов между детьми, подростками и их важными референтными лицами, то есть близкими людьми. Это делается часто, если контакт на длительное время был прекращен или если его не было из-за конфликтной ситуации. При этом очень важно в соответствии с нашим законодательством, что у детей есть право на поддержку, чтобы установить контакты с родителем. И поэтому в Германии сопровождаемое общение рассчитывается как услуга. Есть две статьи в нашем гражданском кодексе, где закреплено, что у детей есть право на родительскую опеку и на обращение и общение с родителями. А в 8 книге нашего социального кодекса, в 18 статье, написано, что имеется право на поддержку при осуществлении родительской опеки и общении с ребенком. На правой стороне слайда вы видите, что наши федеральные земли, как земля Берлин, заключают рамочные соглашения с независимыми организациями. Вот наша ассоциация, например, является независимой организацией. Как можно осуществить это право детей? То есть там дается информация об организационных структурах, о возможностях финансирования и так далее. Вот меня зовут Энрика Хан. Мне хотелось бы вам привести пример из практики. Я сама работаю социальным педагогом, специалистом в области защиты детей. И мы выбрали один пример из нашей практики, чтобы показать подробнее, как мы работаем и в каких областях работает система сопровождаемого общения с ребенком. Вот я вам представляю этот пример. Вот родители из разных стран, мать из Венгрии, папа из Германии, вот они познакомились во Франции и говорят, общаются по-французски. У них двое детей, Мари и Том, они родились в Германии. И здесь, в Германии, они жили несколько лет, а после этого родители разошлись, и мать вместе с детьми без разрешения отца отправилась отдыхать во Венгрию. И там она осталась. Это состав преступления похищения детей. Отец с помощью суда постарался добиться того, чтобы дети и мама вернулись. Он этого добился. И сейчас дети живут у папы. Потом оба родителя подали иск в суд. Хотят, чтобы дети проживали у них. Мама, конечно, желает общаться с детьми. И было несколько попыток справляться с этой ситуацией без внешней помощи. Однако они провалились. Вызвалась действительно конфликтная ситуация. Так что отец не дал разрешения на общение мамы с детьми. И из-за того, что соглашение между родителями не было достигнуто, из-за заботы отца, что мама опять-таки может похитить детей, и из-за конфликтной ситуации, вследствие которой им не удалось решить свои проблемы, была выдана рекомендация сопровождаемого общения с детьми. То есть после судебного разбирательства этот порядок был введен. Сопровождаемое общение. Суд может дать эту рекомендацию. И после этого организации, назначенные в этих целях, должны осуществить это вместе с родителями. Они должны обсудить принципы и порядок общения с детьми. То есть ведутся переговоры с родителями, с организациями, как наши организации к нам обращаются, нам объясняют, в чем потребность родителей, в чем потребность детей. И перед судом, или суд, вынес решение о том, что мама имеет право общаться с детьми в течение двух часов, что они не должны говорить на венгерском языке, чтобы избежать такой ситуации, что мама как-нибудь влияет на детей. И при этом есть и третье лицо, которое сопровождает это общение и которое вмешивается в случае, если мама как-нибудь влияет на детей. Управление по делам молодежи обычно разрабатывает соответствующие документы как основа порядка общения. Это четко установленный план, родители должны его подписать. И мы выбрали вырезку из этого плана. Там, например, четко установлены цели, поведение родителей. И в этом конкретном случае родители должны были проявить готовность получить консультативные услуги по вопросам общения с детьми. И в долгосрочной перспективе, конечно, родители должны достигнуть соглашения, может быть, на длительные периоды, как в будущем они могут осуществить это общение без сопровождения третьими лицами. То есть, есть четко установленные задачи для родителей, которые иногда работают вместе с нашими специалистами. И они не имеют права обсуждать вопросы с детьми, где те должны жить в будущем. И основой сопровождаемого общения является еще то, что проводятся предварительные собеседования с родителями, с детьми, чтобы те лица, которые сопровождают этот процесс, как третьи лица, смогли ознакомиться со всеми участвующими сторонами. Порой этот процесс длится шесть месяцев, и после этого подведут итоги. Иногда это делается уже по истечении трех месяцев. Это всегда зависит от конкретного случая. Есть одно условие, которое надо выполнить. В прошлом неоднократно были попытки папы вмешиваться в общение мамы с детьми, чем, конечно, тоже были вызваны очередные конфликты. Поэтому было принято решение, что папа привозит детей, а потом уже покидает территорию нашей организации и забирает детей в четко назначенное время. Сейчас вы видите схему, которая выглядит немного сложной. Я надеюсь, что вы еще получите презентацию, чтобы еще спокойно посмотреть ее. Мы хотим с помощью этой схемы показать, как мы поступаем шаг за шагом. И я приведу тот пример, о котором я уже говорила. Я вижу, что я могу двигать мыши. Итак, все начинается с первого собеседования между родителями и специалистами. В рамках этого собеседования составляют план и договариваются о том, каковы основные условия и предпосылки, и как хотят поступать. Потом, также в нашем специальном случае, встречаются родители и дети. Очень важно, что эти встречи проводятся раздельно. Сначала проходят собеседование с матерью, а потом с отцом. И, конечно, также встречаются с детьми. Лучше всего, если эти встречи имеют место в тех местах, где потом будут проходить встречи с сопровождающими лицами, потому что важно, чтобы дети доверяли этим третьим лицам. Я ведь также являюсь человеком, который защищает ребенка в случае опасности, если у меня возникает чувство, что ситуация выходит из контроля. И меньшие дети могут также обращаться ко мне, если у них есть проблемы. Они могут мне показать, что ситуация для них слишком сложная и так далее. Поэтому важно, чтобы специалист познакомился с детьми раздельно от родителей. Если у нас возникает чувство, что дети очень сдержанные, еще не в состоянии вступить в контакт, мы встречаемся с ними несколько раз. В этом случае мы встретились с детьми только один раз. Они были очень открытыми. И тут уже есть два пункта, которые являются критическими. Во-первых, если дети говорят, что они не хотят встречаться с родителем, и мы не находим возможности уговорить ребенка, это мы редко видим, но это бывает. Или если один или оба родителя во время предварительного собеседования показывают, что они не готовы соблюдать тот документ, который мы используем. Ведь мы вначале составляем соглашение вместе с родителями. Госпожа Хавличек потом еще расскажет и покажет такой документ. И в этом соглашении зафиксированы правила об очень многих разных организационных моментах. И если родители не готовы соблюдать эти правила и подписать их, то у нас возникает проблема. Тогда встречи не могут иметь места, потому что без такого соглашения мы не можем проводить никакой встречи. Соглашение служит для того, чтобы было как можно меньше конфликтов между родителями, чтобы были четкие правила, чтобы была основа, на которой можно дальше поступать. В том случае, который я вам представила, было так, что родители подписали такое соглашение. Они, конечно, также знали, что суд требует от них подписать такое соглашение. И в самом деле мы проводили сопровождаемые встречи. Когда предварительная работа закончена, начинаются контакты между родителями и детьми. В нашем случае было так, что дети и мать встречались раз в неделю в течение двух часов. Пока они еще встречаются у нас в офисе, у нас для этого есть помещение с игрушками и так далее. Там мы сейчас с ними встречаемся. А потом начинается тот цикл, который вы видите в нижней половине нашего слайда. Это мать, которая является тем родителем, который желает пообщаться с ребенком. После каждой встречи еще говорит с нами о том, как выглядела эта встреча. Мы уже ввели совместное собеседование с обоими родителями и специалистами. Оба впечатления также от того, как реагируют дети. И еще одна цель заключается в том, чтобы подумать о соглашении. Нужно ли расширить соглашение, нужно ли его изменить. В нашем случае мы говорили о том, что мама хотела привезти еду, папа этого не хотел. И когда мы встречаемся с родителем, мы говорим о таких деталях. Когда родители не находят консенсуса, тогда соглашение остается таким, которое оно есть. Как правило, когда мы считаем, что соглашение является угрозой для детей, мы, конечно, меняем его, но обычно мы его оставим. После этого мы обсуждаем с представителями управления под делом молодежи, как работают наши, как выглядят наши встречи. И конечная цель, конечно, заключается в том, чтобы родители встречались с детьми без сопровождения. Когда у нас возникает чувство, что детям хорошо, что все идет нормально, мы предлагаем уже встречаться в других местах, например, на игровых площадках. Мать и дети могли бы придумать какие-то мероприятия, которые они хотели бы проводить. А потом можно также встречаться уже в квартире матери. Ну и потом еще раз говорим с представителями управления под делом молодежи, меняем соглашение, смотрим, как работает общение. До такого момента, когда мы считаем, что больше не нужно сопровождение. Тогда мы составляем итоговое соглашение и закончим нашу работу. Общение с родителями и детьми тогда продолжается без сопровождения. Итак, столько об этом слайде. А теперь госпожа Хавличек представит вам инструменты, которые мы используем. Было высказано желание посмотреть, с какими инструментами мы конкретно работаем в ходе этого процесса. Госпожа Хан уже упомянула, что это пять разных инструментов и документов. Это главные инструменты и документы. Обычно этот процесс сопровождается большими эмоциями. Поэтому нужно его хорошо и четко документировать, чтобы он был понятен всем. И чтобы в конце мы смогли составить и промежуточные, и итоговые отчеты, из которых мы берем рекомендации, которые также являются отчетом перед управлением по делам молодежи. Как выглядят эти документы? Это очень классический бланк. После каждой встречи составляют протокол. То, что вы видите здесь, это протокол собеседования с родителями. Это стандартный бланк. Мы туда напишем, когда мы встретились и о чем мы говорили. Почему это важно? Очень часто родители находятся в очень сильном конфликте. И из их перспективы, или у них есть очень разные перспективы на вопрос общения с детьми. Мы поэтому напишем все для того, чтобы у нас был объективный документ, который можно показать в будущем и родителям, и, если нужно, представителям управления. Условия общения, о которых госпожа Хан уже говорила, обсуждаются до начала контакта между родителями и детьми. То, что я вам сейчас показываю, это, конечно, только одна страница. Это вторая страница из пяти. И там мы стараемся как можно более подробно написать, каковы могли бы трудности и как можно их преодолеть. Потому что четкость и прозрачность являются очень важными во всех педагогических процессах и, конечно, также при сопровождаемом общении. Только когда все вовлеченные стороны знают, что будет происходить, каковы правила, только тогда есть шанс преодолеть эмоциональный фактор. И там речь идет об очень простых данных. Например, когда встречаются, с какого времени до какое, кто приезжает с детьми, кто их потом убирает, берет их с собой, можно ли снимать фотографии с мобильным телефоном, можно ли кушать вместе, что можно кушать, можно ли передавать им маленькие подарки и так далее. Очень часто такие детали приводят к эскаляции, именно потому что их неподробно обсудили заранее. Встречи тоже документируют в протоколе. И когда процесс идет положительным образом, мы в конце составляем итоговое соглашение, которое тоже состоит из нескольких страниц. На правой стороне вы видите первую страницу. она выглядит немножко как договор между родителями. А на левой стороне вы видите темы. Важно учитывать регулярные аспекты, например, что встречаются раз в неделю, в течение двух часов, в определенном месте. Но нужно также учитывать особые ситуации. Что, например, будет, когда у родителей будут каникулы? Кто тогда берет детей? И на сколько дней? Что будет с праздниками? Лучше всего распределить это время справедливо, если это невозможно, нужно найти какие-то компромиссы. Четвертый пункт, который нам тоже очень важен, заключается в том, что в жизни, слава Богу, не только планы и правила. Есть также моменты, которые невозможно планировать, особенно когда мы живем вместе с детьми. Это значит, что мы делаем, например, со спонтанными планами, со спонтанными встречами, со всеми теми моментами, которые начинены в соглашении. Все это договаривается сначала устно, потом письменно, и потом закрепляется в итоговом соглашении. Для нас этот процесс заканчивается именно итоговым отчетом. Мы составляем этот отчет, чтобы показать, как прошел процесс оказания помощи и какова наша оценка профессиональная. Для этого есть небольшое руководство, руководство для составления такого отчета, где написано, что надо включить в такой итоговый отчет. Прозрачность, подробность, детальность – это всегда важные моменты. И важно еще то, что наши отчеты не отправляются в управление по делам молодежи перед тем, как мы его обсудили с родителями. Это вовсе не означает, что родители обязательно должны быть согласны с тем, что мы написали, но, во всяком случае, они должны быть уведомлены о том, что там написано. И они, конечно же, могут и высказать свое мнение в тех местах, где они придерживают другого мнения. Последний момент – это особые наши вызовы и возможные камни преткновения. Вот это, в общем-то, наш опыт, который мы накапливали в течение многих лет, когда мы сопровождаем общение с детьми. Первый момент, который действительно надо здесь называть, это ограниченная готовность родителей сотрудничать либо с нами, либо с другим родителем. И это приводит к тому, или это связано с тем, обусловлено тем, что у родителей нет сознания того, что действительно необходимо. Они очень часто действуют в одиночку, они прекращают общение другого родителя с детьми и объясняют это тем, что они этим хотят защищать своих детей, потому что я установил, например, что мои дети не чувствуют себя хорошо после встречи с другим родителем. И это приводит к тому, что конфликт уже переходит из родительского уровня на уровень детей. Вот все постоянно приводят такие объяснения, что это только для того, чтобы защитить ребенка. Если у него нет общения, это намного лучше. И в том примере, который я вам сейчас привела, это действительно так, потому что папа очень озабочен. И вместе с тем он говорит, у нас нет конфликтов с мамой, она виновата во всем. То есть это противоречащее действительно мнение, и на этой основе просто невозможно решить конфликт. Это осложняет во многом сотрудничество между родителями, потому что это необходимо, чтобы устранить барьеры, которые существуют между родителями и по отношению к детям. Часто мы имеем дело с родителями, у которых есть психологические, психические заболевания, и есть дни, когда они хорошо с нами сотрудничают, есть другие моменты, где это невозможно, и они просто не в состоянии с нами сотрудничать или нет желания с нами сотрудничать. И, конечно, у них очень часто свои точки зрения, иногда действительно они просто не способны с нами сотрудничать. Другой момент – это, конечно, заболевания в связи с употреблением наркотиков, наркозависимость. И здесь надо подумать о том, каковы потребности детей. Есть большие барьеры в нашем сотрудничестве с родителями, потому что они только в ограниченной степени готовы или способны с нами сотрудничать. Но мы делаем различия, вот готовность с нами сотрудничать, где родители сами управляют всеми процессами, сами управляют процессом неготовности с нами сотрудничать. И, с другой стороны, есть случаи объективного характера, где родители действительно не в состоянии с нами сотрудничать. В этой связи мы накопили опыт с родителями, с ограниченными психическими возможностями, например. У них просто нет понятия того, что мы им говорим. Все-таки мы можем с ними хорошо работать, работать, стараемся дать им побольше самостоятельности. Ну, конечно же, это большой вызов, и в зависимости от вида психического заболевания наши возможности, конечно, тоже ограничены. Другой вызов — это языковые барьеры между родителями и детьми. Иногда у нас бывают такие случаи, что один родитель, который проживает в другом месте, где ребенок говорит на немецком языке, у другого родителя ребенок говорит на другом языке, но ввиду того, что он нерегулярно встречается с этим родителем, он просто уже не активно говорит на этом языке. Это, конечно, снижает уверенность родителей в своем общении с детьми. Но с другой стороны, мы установили, что в совместной игре такие барьеры все-таки довольно быстро можно устранить. И еще один момент. Если есть длительные перерывы в общении с детьми, и данный ребенок уже накопил плохой опыт с этим родителем, либо физически, либо психически, жестокие обращения с ребенком, а вот родитель желает общаться с ребенком, а у ребенка нет положительного опыта, то иногда мы должны посмотреть и проверить сначала, в каких моментах встречи возможны, как вообще можно установить контакт между данным родителем и ребенком. Может быть, только на пару минут побывать вместе в одном из наших помещений с сопровождением нашего специалиста. Это тоже такой особый вызов, с которым мы сталкиваемся. Вот что можно сказать о нашей презентации, о нашей работе. Конечно, мы готовы ответить на ваши вопросы и более подробно рассказать о том, какими вызовами мы сталкиваемся сейчас в рамках коронапандемии. Но, конечно, сначала скажем вам большое спасибо за ваше внимание. Большое спасибо, госпожа Хавличик, госпожа Хан. Презентация была на немецком языке, и вот уже несколько раз появлялся вопрос, будет ли презентация на русском. Все презентации будут потом подготовлены и выставлены на сайте нашего организатора немецко-русского обмена на двух языках. А теперь, я думаю, мы можем перейти к вопросам. Первый вопрос. Чтобы участвовать в медиации, ребенку сколько должно быть лет? Есть ли ограничения в возрасте? В общем-то, нет ограничения возраста. У нас актуальны как раз такие примеры, где мы организовываем общение с малолетними детьми, с новорожденными. И, конечно, это всегда зависит от организационных структур. И, конечно же, вот новорожденный, он много спит. Может быть, именно в рамках встречи он все время спит. Но вот мы работаем и с этими маленькими детьми. Спасибо. Наш следующий вопрос. Уважаемые спикеры, правильно ли я поняла, что в вашем законодательстве не учитывается мнение ребенка? Например, с кем он хочет жить и общаться? Нет, это неправильно вы поняли. Мы хотели это выразить наоборот, потому что по нашему законодательству у ребенка есть право на общение с родителем, и у родителя есть право на общение с ребенком. То есть это по обоим направлениям надо учитывать. И в педагогическом плане это означает, что решение ребенка является ключевым. Есть дети, которые сопротивляются сначала, которые не хотят общения с родителем из-за накопленного опыта, из-за конфликтной ситуации. И в этих случаях мы работаем с ними, чтобы снизить это сопротивление. Но если, несмотря на наше социально-педагогическое вмешательство, данный ребенок на длительный период отказывается от общения с родителем, то, конечно, никто его не заставляет к этому. Спасибо. Следующий вопрос. Сколько семей может находиться одновременно на сопровождаемом общении у одного специалиста? Это зависит от того, сколько времени у специалиста. В каждом случае, который я сопровождаю, каждый случай нужно рассматривать отдельно. И семьи очень разные, случаи очень разные. Поэтому это все зависит от того, сколько у меня времени и сколько времени требует это время, а также сколько у нас запросов. Я хочу дополнить, что встречи сами являются нашими рамками. Если у нас есть дети, где из родителей живет в другом городе, тогда встречаются, например, только раз в две недели. Если у нас оба родителя живут в одном городе, у нас, например, в Берлине, то могут встречаться раз в неделю дети, которые еще ходят в садик или в школу. И когда мы говорим о малолетними, о малолетних детях, тогда очень важно, чтобы у них было побольше встреч, но чтобы отдельные встречи не были слишком длинные. Тогда мы, например, встречаемся два или три раза в неделю по 20 минут. И из этого выходит, сколько времени требуется и сколько работы вытекает для специалиста. И еще один вопрос, на который вы уже частично ответили. Мотивируют ли специалисты ребенка навстречу, если ребенок отказывается? Во-первых, мы знакомимся с ребенком. И, конечно, всегда учитываем, что могут быть разные причины, почему ребенок скептически относится к общению. Может быть, ребенок боится родителя. Может быть, это конфликт, потому что ребенок понимает, что один или другой из родителей не хочет, чтобы ребенок связался с другим родителем. Это может быть неуверенность в том, что сейчас будет происходить. Да, мы говорим с детьми об этом, мы слушаем, в чем заключается проблема, мы тоже оцениваем ситуацию. И, конечно, бывает, что ребенок испытывал насилие, которое вызвало травму. И тогда нужно, конечно, задать себе вопрос, является ли хорошей возможностью встречаться с родителями и детьми таким образом. Иногда дети сдержанные, и это вытекает из того, что тот родитель, у которого они живут, не хочет, чтобы они встречались с другим родителем. Опыт показывает, что с такими конфликтами можно хорошо работать. Их обычно можно снять. И из тех случаев, которые мы сопровождали в последние годы, только один или два кейса не продолжались, потому что родители больше не хотели встречаться. В одном случае у меня была семья, в которой старший брат не хотел встречать отца, а младший сын получил возможность, потому что он хотел встречаться с отцом. Так что это все нужно рассматривать индивидуально, и, конечно, мы это обсуждаем с детьми. Большое спасибо. Следующий вопрос. Кто оплачивает услуги переводчика в процедуре сопровождаемого общения? Это экономические структуры оказания помощи детям и молодежи. Тот случай, который я описала, это первый для меня случай, в котором участвует переводчик. Суд назначил переводчика. То есть это управление по делам молодежи, которое оплачивает переводчика. Следующий вопрос. Входит ли сопровождаемое общение в процедуру медиации, или это отдельная процедура? У нас так, что сопровождаемое общение – это предложение, которое вытекает из Восьмого Кодекса Германии. Это не является классическим инструментом медиации, хотя много деталей медиации также входят в это сопровождаемое общение, потому что мы являемся, конечно, медиаторами между всеми конфликтующими сторонами. Когда вы смотрите в документы об этом, вы не найдете там слово «медиация». Спасибо. Следующий вопрос. Какой по образованию специалист работает с родителями? Работает ли психолог? Мы не являемся психологами, мы являемся социальными педагогами. Это зависит от того, кто работает, в какой организации. Концепция сопровождаемого общения не предвидит, чтобы это обязательно должны быть психологи, которые сопровождают. Сопровождаемое общение, как правило, является только одной частью работы с родителями, которые находятся в конфликте. Иногда участвуют сотрудники суда. Тогда у родителей или у детей есть люди, которые работают при суде, которые представляют их интересы. Иногда они к нам обращаются и спрашивают, как мы оцениваем процедуры сопровождаемого общения. Иногда также проводятся психологические экспертизы над родителями или детьми. В том случае, который я описала, психолог работает с детьми, но это не связано с тем, что с ними делаем мы. Это отец хотел, чтобы психолог поддерживал его дети. Но нет предпосылки, чтобы это должны быть психологи. Сопровождаемое общение является одной из услуг, которая требует очень много квалификации от специалиста. У специалистов могут, например, быть квалификации медиатора или другие специальности. Для этого существуют специальные курсы повышения квалификации, например, в области технологии медиации или в других областях. И обычно очень опытные специалисты занимаются такими случаями. И наш следующий вопрос. Можно ли присутствовать на медиации юристу, если он, например, является заинтересованным лицом одной из сторон клиента? Нет, это исключено. Потому что сопровождаемое общение, то есть, конечно, у родителей есть представитель в суде, но наши встречи должны проходить нейтрально. Мы смотрим на ребенка, в чем нуждается ребенок, мы даем возможность для ребенка встречаться с родителями и поддерживаем родителей, учитывать необходимости и потребности ребенка. Юристы, адвокаты матери или отца не являются беспристрастными, они же поддерживают одного из родителей, поэтому исключено, чтобы они участвовали, потому что тогда другой из родителей тоже сказал бы, что должен присутствовать его адвокат. Позиция специалистов – это, скорее всего, позиция медиатора, то есть нейтрального лица. Я хочу дополнить, что очень важно, чтобы юридический конфликт, который часто также является частью, чтобы его исключали из наших встреч. Для нас самое главное – это взгляд на ребенка, это фокус на ребенка, а все другие споры должны быть решены в суде среди взрослых. Поэтому бывают попытки адвокатов вступить с нами в контакт во время сопровождаемого общения. Иногда нас спрашивают о фидбеке, но мы им, как правило, отказываем, чтобы не повредить нейтральности. Мы ведь являемся адвокатами ребенка и не родителей. Спасибо. Наш следующий вопрос. Когда ребенок страдает от того, что по решению суда он должен жить с папой, а на самом деле привязан к маме, какую и кто оказывает помощь ребенку? В лучшем случае представитель суда, то есть человек, который работает в суде и который специально смотрит на мнение ребенка. Во время общения мы видим взаимодействие, мы можем описать качество взаимодействия между ребенком и родителями, но мы не можем, и это очень важно, встречи не являются тем местом, где определяют место жительства ребенка. Когда мы видим, что ребенок страдает из-за определенной ситуации, связанной со встречами, мы можем прекратить общение, если ребенок это хочет или если мы считаем, что это нужно. Мы можем также сказать, что в конкретном случае сопровождаемое общение является опасностью для благополучия ребенка. Но для того, чтобы определить место жительства ребенка, в Германии вовлекают специалистов обычно от управления по делам молодежи. Конечно, хотят, чтобы у детей был контакт с обоими родителями, и главное при этом также стабильность, то есть стабильное общение ребенка с обоими родителями. Мы можем это оценивать, мы можем в конце процедуры сопровождаемого общения сказать, что больше не нужно сопровождать родителей, тогда мы приглашаем родителей договариваться уже самостоятельно и хотим, чтобы ребенок продолжал общаться с обоими. Но мы не принимаем эти решения, мы только можем рекомендовать. Большое спасибо. И вот я хотел бы присовокупить к этому вопросу следующий вопрос, который с ним очень тесно связан. Если ребенок с определенными особенностями развития не может сказать, с кем он хочет остаться, то у кого из родителей будет приоритет? Еще раз повторюсь, решение, где ребенок будет жить, не принимается социальными педагогами в Германии. Социальные педагоги только поддерживают при нахождении решения. То есть это решение принимается в семейном суде. Когда речь идет о том, чтобы смотреть, что дети, может быть, потому что они еще очень маленькие и еще не умеют говорить, или потому что у них есть какие-то ограничения в развитии, и они не могут сказать, где они хотят жить. Тогда наши специалисты стараются узнать о мнении ребенка из невербальных средств. То есть даже грудничок может показать, чувствует ли он себя хорошо у одного из родителей или нет. И специалисты в состоянии это видеть, это понять. Они смотрят, есть ли привязанность между ребенком и родителями. Ситуация приветствования или прощания очень важны. они нам очень много показывают о том, рад ли ребенок общению или скептически ли он относится. Дети также обращаются к нашим специалистам, чтобы искать защиту. Когда они не уверенные, они движутся в направлении специалиста, они прячутся за специалистом. То есть у детей есть очень хорошая возможность также невербальные способы показать, как они себя чувствуют. И наша задача заключается в том, чтобы это понять и передавать это впечатление другим учреждениям. Во время общения мы видим, чувствует ли себя ребенок хорошо с тем человеком, с тем родителем, который ищет контакт. И из этого, конечно, мы можем рекомендовать. И мы рекомендуем, нужно ли дальше сопровождать общение, или видим ли мы, что контакт идет хорошо, и родители могут встречаться уже без сопровождения. Но потом суд, адвокат, управление из этого может принять решение. Но это не мы, кто принимает это решение. И вот два вопроса, которые я хотел бы объединить. При составлении плана сопровождения семьи учитываются ли пожелания родителей? Это во-первых. А во-вторых, являются ли вот эти вот два часа сопровождаемого общения, два часа в неделю, стандартным временным объемом или бывает, что необходимо больше часов? Ну, во-первых, можно сказать, что этот план составляется вместе с родителями. То есть цели, которые там закреплены, соответствуют желаниям родителей. И все договоренности, которые заключаются, это то, что необходимо для того, чтобы действительно осуществить желания родителей. Конечно же, в случае конфликтных родителей бывает, что желания противоречат друг другу и не позволяют действительно хорошего общения с ребенком. У нас, например, в связи с пандемией была идея, что не должно быть прямого контакта между родителями и детьми. То есть действительно тесно друг к другу. Но это невозможно, потому что ребенок нуждается в этом прямом физическом контакте. Это необходимо. И, конечно, мы это не включаем в такие планы. А то можно сказать, именно что касается временного промежутка, что это всегда зависит от конкретной ситуации. Чем больше было контакта у родителя с ребенком, тем дольше он может встречаться в будущем. Это, конечно, зависит и от возраста ребенка. Если это еще новорожденный младенец, то это может быть полтора часа, но не больше. Большие дети, они играют в течение двух-трех часов, то есть там промежуток немножко длительнее. Это зависит от объема бывшего контакта и от возраста. Но цель заключается в том, чтобы действительно повысить этот промежуток, скажем, сначала час, два часа в неделю, потом две встречи в неделю. И если это нехорошо сработает, то опять можно изменить систему. Но главная наша цель это действительно самостоятельное общение родителей с детьми. И в зависимости от конкретного родителя мы определяем сколько часов, сколько раз в неделю или в месяц они могут встречаться и по каким этапам мы можем повысить это количество часов. Что касается планов сопровождения, если это вам интересно, то можно сказать, что в статье 36 8 книги социального кодекса закреплены вид, как можно составить планирование, в частности, какие права прямого участия имеют все участвующие стороны. Там дается действительно очень подробное объяснение всех этих процессов и порядков. Следующий вопрос связан также с вашим ответом. Предоставляете ли вы справку или иной документ для суда, если об этом вас попросит клиент или адвокат клиента? В принципе, мы ничего не направляем ни в суд, ни адвокатом. Те, кто у нас получает отчеты, это управление по делам молодежи и родителей. И, конечно же, родители сами могут принимать решения, насколько они хотят воспользоваться этим документом, но адвокат или другие не являются нашими адресатами. Большое спасибо. Вот в предыдущих ответах госпожа Хан как раз упомянула о телесном контакте между ребенком и родителем во времена пандемии. Поступил вопрос, как в общем и целом пандемия повлияла на сопровождаемое общение. С этим, конечно, были некие новые вызовы для нас. В Германии ситуация была такова, что сначала было довольно большое соплуждение, как надо действовать. Вот Сенатское управление здесь в Берлине, например, четко установило, что действительно надо соблюдать расстояние между людьми, но не в рамках общения с сопровождаемого общения с ребенком. Есть, конечно, вот на уровне организации еще дополнительные правила, например, вот мы всегда наблюдаем за темой, как мы лучше всего можем защищать детей и родителей, дезинфекция, например, рук, общения, может быть, на свежем воздухе или в больших помещениях, но мы следим и за потребностями детей. У нас был младенец, например, и было сказано, физического контакта нельзя между родителем и младенцем, но это бессмысленно, потому что младенец, он нуждается в этом физическом контакте, надо же его держать в руках, только таким образом можно развивать привязанность, и это мы, конечно, обеспечиваем, но с другой стороны, если это очень тесный контакт, вот родитель носит маску, и если кто-то заболел, то встречи не будет, но у ребенка есть право на встречи, на общение с родителем, и мы обеспечиваем осуществление этого права. И, конечно, еще проще иметь расстояние физическое к десятилетному ребенку, но не к младенцу, то есть мы всегда принимаем решения в зависимости от конкретной ситуации, и, конечно же, стараемся осуществлять все гигиенические условия, но все это на фоне того, что ребенок проживает то у одного родителя, то у другого, то имеет встречи с другими близкими людьми, и очень сложно всегда ему говорить, что обязательно ребенок должен носить маску, должен соблюдать расстояние. Большое спасибо. И вот у меня два последних вопроса, я думаю, мы этими вопросами уже закончим нашу дискуссию, я их объединю. Первый, встречались ли вам случаи, когда детей необходимо было возвратить или приходилось возвращать в Германию, но такой случай, как мы поняли, вы уже описали в вашей презентации. И второй ответ, какой у вас был самый сложный случай, и как удалось его решить. Хорошие вопросы. Действительно, вот первый случай сопровождаемого общения впоследствии похищения детей, это мой первый такой случай. Конечно, у нас бывают случаи, что родитель был озабочен о том, что другой родитель мог бы похитить ребенка, где были соответствующие угрозы со стороны одного родителя. Но в конечном итоге для нашей работы сопровождаемого общения это не играет такой уж большой роли, потому что, конечно же, мы немножко следим за тем, есть ли определенная угроза похищения детей или нет, но обычно все встречаются здесь на территории, нашей организации и третье лицо, вот наш специалист всегда сопровождает это и у матери вот в этом конкретном случае не было бы возможности здесь забирать детей и увозить их куда-нибудь, это нереально у нас. Вот, а самый сложный у меня случай лично был один отец с психическим заболеванием, у которого действительно психические вспышки были именно в рамках встречи с девочкой, он немного говорил только на немецком языке, это еще осложняло нам работу и конечно же мы проводили эти встречи, но порой мы были обязаны прекращать эти встречи, потому что ребенок очень четко нам проявил, когда он больше не хотел встречаться с отцом, она сидела тогда у меня, я держала ее в руках и поэтому вот мы пришли к выводу, что общение да, но только с сопровождением небеса, потому что папа и не подвергался никаким лечениям, он просто не мог оценить как девочка страдает от этого и в конечном итоге отец уже не встречал свою девочку, потому что он сам не выдержал это сопровождаемое общение и сам, наверное, уже не был в состоянии отреагировать и в этом случае мы, конечно, тоже составили итоговые отчеты, дали рекомендации, как в будущем можно обратиться с этим и направили это в управление по делам незавершеннолетних. И теперь пришло время передать слово нашему второму докладчику Ларисе Евгеньевне Сикорской. Лариса Евгеньевна семейный психолог, медиатор, кандидат психологических наук, доктор педагогических наук, профессор института дополнительного профессионального образования, автор учебников и монографии. Кроме того, Лариса Евгеньевна является директором Федерального информационного центра молодежных социальных программ. Вместе с Ларисой Евгеньевной выступит Вероника Владимировна Тимошенко, психолог, медиатор, медиатор ресурсного центра поддержки семьи и детства от родной города Москвы. Прошу вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень интересная сегодня у нас с вами тема, которую мы с вами обсуждаем на нашей площадке медиация. И сегодня действительно технология сопровождаемого общения с ребенком как инструментарий практика наблюдения. Наверное, вот сейчас наши немецкие коллеги представили очень подробно, очень технологично и показали, как это все осуществляется. Я постараюсь, наверное, сегодня сказать, что делается с российской стороны. Я начну свое выступление, конечно, с законодательства и законодательной базы, которая есть в Российской Федерации, что касается сопровождения, сопровождаемого общения как технология, она есть как практика внедрения общения родителей, о которых мы говорим, конфликтуют, или родители, которые учатся правильно общаться и устанавливать доверительный контакт с ребенком. Хочу начать свое небольшое вступительное слово, прежде всего, с великого нашего педагога Антона Семеновича Макаренко, который говорил о том, что дети это наша старость, правильное воспитание это наша счастливая старость, плохое воспитание это будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед нами людьми, перед всей страной. И если говорить и начать с того, что в рамках федерального закона Российской Федерации за номером 442, который подписан в 2013 году, а вступил в силу в 2015 году, и мы уже работаем по этому закону уже 6 лет, в рамках этого закона определены 8 основных услуг, которые действуют на всей территории Российской Федерации. Вы видите на экране эти слайды, я их назову, это социально-бытовые услуги, поддержка жизнедеятельности, получателей социальных услуг, это социально-медицинские услуги, уход, оздоровление, диагностика, это социально-трудовые помощь в трудоустройстве и трудовая адаптация, это повышение коммуникации потенциала инвалидов, в том числе детей, социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, это те услуги, о которых, наверное, мы сегодня говорим, и срочные социальные услуги, это где обеспечение бесплатных горячего питания, продуктами, одежды, и есть социально-правовые, то есть юридические услуги, в том числе без защиты прав детей или законных их интересов. Данный закон как бы не говорит о сопровождении как услуги, но в 22 и 28 статье данного закона есть понятие социальное сопровождение как вид государственной помощи мероприятия, которое направлено на содействие предоставления медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи и оказание данных услуг. Статья 28, которая говорит, что эти мероприятия, помощь, которые оказываются на основе регламента межведомственного взаимодействия. Регламент межведомственного взаимодействия, который тоже определяет порядок осуществления сопровождения семьи. И в Москве есть такой подход, который используется в сопровождении четыре уровня социального сопровождения. Это адаптационный уровень процесса сопровождения направлен на обеспечение прохождения благополучной адаптации замещающих семей или молодых семей или психологическую поддержку всем членам семьи. Базовый уровень это второй уровень процесс сопровождения направленный на оказание психолого-педагогической поддержки семьям с целью предупреждения кризисной ситуации и разных конфликтов в семье. И следующий уровень это кризисный уровень процесс сопровождения направлен на оказание специализированной уже психолого-социально-психологической педагогической помощи по устранению кризисной ситуации семье, которая возникает на ранней стадии ее развития. И экстренный уровень процесса сопровождения направлен на оказание помощи семье с целью предотвращения существенной угрозы для сохранения семьи и прежде всего ребенка, который находится, может быть, в социально опасной ситуации. То есть для российских специалистов, которые работают по сопровождению с семьей, известно два уровня. То есть у нас есть понятие трудножизненная ситуация, форма, то есть семья, которая попала в трудножизненную ситуацию. Это семья, которая испытывает определенные трудности и обращается в социальные учреждения за помощью, потому что она не может справиться самостоятельно. Я о них уже говорила, это разные виды услуг. Далее, если есть эта социально опасная ситуация и угроза жизни и здоровья ребенка, то мы видим, что эти уровни сопровождения мы рассматриваем как кризисный и экстренный уровень. Социальное сопровождение семьи, как я уже сказала, по закону 442, это является мероприятием, мероприятием, которое осуществляется в форме социально-педагогической, социально-педагогической, медицинской, психологической помощи на основе регламента межведомственного взаимодействия. Но в Москве и в каждом еще из регионов есть свой закон, в данном случае в Москве закон номер 34, который говорит о том, что сопровождение семьи осуществляется как услуга. И для Москвы социальное сопровождение семьи является услугой. Вы видите, это внизу закон указан, который вступил тоже еще в 2008 году. Немножко о структуре, чтобы понимать, где и как осуществляется социальное сопровождение, поддержка семьи и детства. Сегодня как раз коллега моя из, вы видите, дом ресурсный центр Отрадное. То есть ресурсный центр Отрадное как городское учреждение, которое координирует, и в его координацию входит 11 координирующих центров по округам, потому что в Москве 11 округов. И также есть в каждом округе учреждения, которые осуществляют сопровождение семьи. Центры социальной помощи семьи, их 30, вы видите внизу на слайде, где обслуживаются 83 тысячи семей. Из них 161 тысячи, 3 десятых тысячи детей. 20 центров, это центры содействия семейному воспитанию, в которых воспитываются дети и находятся в стационаре. И детей сейчас в Москве 2499 детей. Из них 1,4 тысячи, то есть 1400 детей. Это дети с ограниченными возможностями разных заболеваний. Также существует отделение социального обслуживания территориальной по Москве, которые осуществляют тоже помощь по сопровождению. Но всего учреждений, которые осуществляют сопровождение семьи, в Москве 52 учреждения. С правой стороны, если вы видите, перечисляются синим 5 городских учреждений, которые оказывают очень специфичную помощь. То есть это кризисный центр для женщин и детей, которые пострадали от насилия и жестокого обращения в семье. Это социально-реабилитационный центр Алтуфьева, где к нам попадают дети, которых могли беспризорных, безнадзорных попали, их нашли в разных точках Москвы. И потом определяют, где их родители. И дети бывают даже из других стран, которые находятся какое-то время в этом учреждении. И до нахождения и определения, кто их родители, и определить дальнейшее сопровождение для этих родителей, потому что некоторые родители могут и находиться в Москве, и осуществляется определенная помощь по общению и работе с этими детьми. Также есть социально-реабилитационный центр, мы тоже сегодня говорим, это возрождение, я вижу наши коллеги на связи, по решению проблем подростков, которые зависимы, и работа со зависимыми родственниками, которая осуществляется в этом центре. Об этом мы тоже будем говорить, и будет отдельная тема на данной площадке. Центр творческого Новоотковского – это различные творческие мероприятия, кружки, дополнительное образование, которое проводит наше учреждение городское. И дети получают здесь дополнительное развитие через кружковую деятельность, и также работают с ними социальные педагоги, социальные психологи по восстановлению и общению с родителями. И еще одна служба, Московская служба – это психологическая служба населения, которое предоставляет конституционные психологические услуги для родителей и разрешение конфликтных родительских проблем, конфликтов, которые могут быть и в супружеской системе, или это детско-родительские отношения, или даже, скажем, поколенческие конфликты, которые должны разрешить с помощью конституционных служб. Но мы говорим про медиацию, и действительно, мы сегодня говорим о сопровождаемом общении, которое представили наши коллеги, наверное, по решению судьбы ребенка, и вот как сказали коллеги из Германии, что они являются, они социальные педагоги, они есть психологи, но они принимают, как являются адвокатами, адвокатами ребенка и стоят на стороне защиты прав детей. Я также вот покажу сейчас навигатор, как с помощью навигации наши семьи родители могут получить помощь. Я сказала, что 52 учреждения, которые участвуют в сопровождении семьи и помогают им разрешить все трудные жизненные ситуации, в том числе конфликтные, мы видим на первой части слайда, первый номер, шаг, когда Департамент труда и социальной защиты, это все находится на сайте Департамента, мы входим в навигатор, мы видим, получаем помощь семье с детьми, то есть если и тут предоставляются разных 16 услуг, в том числе медиация, консультация, все, что я вам сказала, для решения семейных проблем. Но я открываю, так как мы говорим сегодня про сопровождаемое общение, но у нас такого понятия нет, мы говорим про сопровождение семьи. Комплексная поддержка, второй шаг, сопровождение семьи, и в ней указано 52 организации, которые на территории Москвы находятся и могут оказать, предоставить эту услугу. Далее мы идем, третий шаг, данные услуги, которые предоставляют, мы видим это карта, покрытие карты, и человек выбирает то место, где ему удобно в мегаполисе, ближе к дому, соответственно, он нажимает на ту организацию, получает полную информацию, координаты, телефоны и связывается с данной организацией для получения услуг, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Я не буду забирать у моей коллеги всю практическую работу, которую сегодня представит Вероника, но работа тоже социальных педагогов и социальных работников, социальных психологов, которые работают с родителями и детьми по сопровождению и их общению, установление, то есть укрепление детско-родительских отношений, разрешение тех конфликтных ситуаций. Я немножко не сказала, то есть у нас есть еще структура органы опеки, которые принимают решение и право общения на ребенка одного из супругов, и все это в комплексе как бы дает право осуществлять специалистам разными способами общения. Это и активное слушание, это и я-сообщение, это и называется отзеркаливание, и перефразирование, и резюмирование, то есть практики, которые также взаимодействуют и конкретно уже ведут семью, а сопровождение также определяется в рамках соглашения с семьей и родителями, и детьми, и составляется индивидуальная программа сопровождения на 3 месяца, на 6 месяцев, в зависимости от ситуации, как уже сказали и коллеги из Германии. И соответственно эти методы социально-психологические, которые применяют специалисты, они используют и для общения с родителями, и просвещения родителями, как общаться с ребенком, чтобы установить контакт и разрешить какие-то спорные вопросы. Активное слушание, наверное, это для всех известно, что как родители, что такое активное слушание, как активно слушать ребенком, что это означает, не просто слушать, а в это время что-то делать, очень важно для ребенка именно слушать ребенка, показывать его, и активное слушание, которое осуществляется со стороны родителя, то мы тоже также видим, какое общение идет с ребенком у родителей. Я сообщение, то есть как сообщить ребенку, как сформулировать и выстроить правильные фразы, конечно, это зависит и от возраста ребенка, и как передать эту правильную информацию, перефразировать фразы, правильно выстроить и уточнить у ребенка, правильно ли взрослый понимает этот вопрос или ответ, и правильно ли взрослый понимает ребенка. Это также отзеркаливание, то, что коллеги сказали, это контакт, то, что живой, это наши жесты, мимика, наше кинестическое прикосновение, объятие, которые дают возможность осуществить это правильное общение. И резюмирование, когда мы говорим о том, чтобы правильно понять, дать подумать ребенку и уметь осуществлять свои желания и эмоции, проживать правильно и выражать их в правильных фразах. Поэтому я думаю, что вот сегодня со мной Вероника Владимировна, и еще раз подчеркну, что действительно сопровождаемое общение так таковой услуги в Российской Федерации нет, но сопровождение семьи это услуга, и она осуществляется на основании того законодательства, о котором я сказала. Я с удовольствием сейчас передам слово Веронике, и потом отвечу тоже на те вопросы, которые будут у наших слушателей. Спасибо. Сейчас, секундочку. Здравствуйте, уважаемые коллеги, рада приветствовать всех. Особенно приятно видеть коллег из Германии, у которых мы были в гостях в прошлом году. Я руководитель окружной службы медиации северо-восточного округа города Москвы, одного из 12 округов Москвы. И я думаю, что принципы работы у нас очень похожи со всеми округами. В нашем округе три семейных центра, и работу по медиации мы начали сравнительно недавно, в 2019 году. Ну, некоторые округа чуть раньше, но примерно опыт у нас не поражает своей, наверное, величиной по количеству лет, но по количеству обращений и, наверное, того, той востребованности этой услуги, которую мы увидели в рамках социальной защиты, в общем, были, наверное, приятно удивлены, что многие нуждаются в этом и, наверное, даже не ожидали такого потока. В подавляющем большинстве, конечно, мы занимаемся семейной медиацией, то есть это споры, касающиеся места проживания детей, детско-родительские отношения, межпоколенческие конфликты, это общение внуков с дедушками и бабушками, порядок общения отдельно проживающих родителей с детьми и выработка единой стратегии воспитания. Вот как раз в рамках сопровождающего общения хотелось остановиться именно на вот этой сфере порядка общения отдельно проживающих родителей и общения с детьми и вот выработка единой стратегии воспитания. Дело в том, что запрос на медиацию к нам поступает чаще всего от органов опеки, куда с просьбой о помощи обращается законный представитель. И эти законные представители, это может быть или отец, или мать, они считают, что их права как родителей и права их детей ущемляются, ну, нарушаются стороной, которая проживает с ребенком. Чаще всего эти родители находятся в разводе или проживают раздельно, испытывают дефицит общения. Очень часто так бывает, что даже если решение суда, вернее, есть решение суда о порядке общения, если родители находятся в конфликте или в затяжном конфликте, то сторона, которая проживает с ребенком, всегда находит какие-то аргументы или способы это общение или минимизировать, или вообще его каким-то образом избегать, ссылаясь на недостаточную воспитательную компетенцию отца или нежелание ребенка проводить, опять же, с отцом время. Объясняет это тем, что проживание родителей отдельно, редкое общение, мужская, скажем так, некомпетентность в вопросах воспитания может нанести ребенку эмоциональную травму. Ну, этим пользуется, в общем, ну, скажем так, достаточно большое количество мам, которые к нам попадают. Вот, даже так, что если порядок общения с судом определен, то на встречах иногда присутствует мама, потому что это тоже по решению суда указывается. И вот роль ее присутствия на этих встречах, это скорее роль Цербера и пристрастного наблюдателя, критика и контролера. И это вызывает, естественно, напряжение и в отношениях отца и ребенка, и, ну, между родителями, соответственно, тоже. Вообще, кстати говоря, очень часто мы стали сталкиваться с тем, что звучит тема такого главного родителя. Кто родитель, какой родитель главнее? И есть такая идея в российском менталитете, наверное, что мать главнее отца в вопросах воспитания детей. Ну, и ранее была судебная практика оставлять детей при разводе в подавляющем большинстве с матерями, независимо от пола и возраста. Но сейчас отцы не готовы отказываться от общения и мириться с этим положением. И вообще мы наблюдаем такой рост отцовской активности и рост отцовской ответственности в вопросах воспитания детей. И многие готовы при разводе брать на себя ответственность за детей в смысле даже проживания и заботы в полном объеме. И зачастую в процессе медиации встает вопрос вот как раз о налаживании детско-родительских отношений отца. Ну, я сейчас говорю в большей степени, беру фокус именно отдельно проживающего отца от ребенка. И тогда в нашем семейном центре есть такая услуга. Мы ее можем, мы ее предлагаем как услугу не только семьям, которые на медиацию обращаются, но и те, кто готовы получать услуги в нашем центре в целом. Но в рамках медиации, когда вопрос заходит вот как раз о отцовской некомпетенции, что ты там не знаешь, что делать с ребенком, вы не так играете, то тогда центр имеет возможность предложить сторонам поучаствовать вот в такой форме или принять такую услугу, как участие в клубе, который называется территория отцовства. Сейчас я в двух словах, коротко, чтобы не нарушать регламент, обозначу основные моменты этого клуба. А можно сейчас демонстрацию нашего экрана, вернее, нашей презентации. Клуб территория отцовства – это взаимоподдержка для отцов с детьми. На примере раннего и дошкольного возраста я сейчас покажу, как у нас это происходит. Цель данной программы – это формирование ценности ответственного отцовства, то есть мотивации отцов на активное участие в воспитании детей и жизни семьи. Если мы говорим про медиацию, то отцы скорее стремятся участвовать в жизни детей, и они имели какой-то опыт, но учитывая то, что проживание раздельное и зачастую общение нерегулярное, или бывают какие-то перерывы в общении, как говорили предыдущие коллеги, то требуется некое выстраивание этого общения заново. Ну и ребенок растет, если ребенок был маленький, он вообще там не всегда помнит отца, поэтому поэтапно, пошагово. Если отец включается в эту программу, принимает участие в этом клубе, то здесь еще и важно познакомиться с опытом других семей и увидеть собственные сильные и слабые стороны и научиться заново или продлить выстраивание контакта с ребенком. В процессе специалисты уделяют особое внимание повышению информационной просвещенности отцов в вопросах развития и воспитания детей, новые родительские навыки с учетом возраста, укреплению привязанности между отцом и ребенком, ну или даже, может быть, когда-то и поэтапное такое ее формирование. И формирование культуры поведения в семье, психологической компетенции, то есть комплекс знаний, необходимых для преодоления конфликтов и семейных кризисов. То есть если обе стороны в процессе медиации приходят к тому, что мама готова доверить, скажем так, участие ребенка с папой в рамках клуба, это как переходный этап как раз от общения общения, да, к общению продуктивному наедине. Иногда мамы не готовы прям вот сразу отпустить и поэтому это как вот некий такой переходный этап, переходный период, как раз можно тоже называть это сопровождающим общением. Как это происходит? Это детско-родительское занятие, обычно два раза в месяц по субботам, но можно варьировать, наверное, это, опять же, насколько возможны мощности организации, насколько количество клиентов и специалистов может соответствовать пожеланиям. То есть спрос, конечно, рождает предложение. Ну вот в нашем центре в среднем это идет два раза в месяц, ну чаще всего по субботам. Ведут группу два специалиста, психолог и специалист по реабилитационной работе, ну его же можно назвать социальным педагогом. Количество участников 9-10 семей, ну это, наверное, максимальное число. В принципе, мы готовы и работаем, начиная с трех пар, ну потому что это бывают пары, иногда бывают тройки. Это в основном, ну в смысле, это только отцы и ведет, сейчас я покажу, сейчас на следующем, так, опыт коллег из различных регионов показал, насколько ценно начинать работу с отцами именно с первых лет жизни. И вот почему я сказала, что это не только для медиации, но и, в принципе, достаточно такая масштабная программа у нас, достаточно успешно работающая. Ну и вот семьи с медиацией тоже удачно встраиваются. Само по себе занятие обычно выглядит так, это ритуал приветствия, подвижные игры, упражнения за столом, обучающая игра, совместная продуктивная деятельность, ритуал прощания, мини-дискуссия на актуальную тему. Тут каждый из отцов может заявить какую-то свою актуальную тему, ну это как свободный микрофон, или, в общем-то, такое место неформально с какой-то темой, потому что иногда и специалист, ведущий группу, может предложить какую-то тему, но и он всегда открыт для дискуссии, и папы с удовольствием обсуждают свои вопросы. И происходит взаимообмен, поддержка, и, в общем, все проходит очень позитивно. Вот такие упражнения. Но еще раз обращаю ваше внимание, что это на примере младшего возраста, младшей группы клуба, но могут быть и программы, и мы их используем для отцов уже школьников, там 7-11 лет, и для подростков. Хотя, конечно, вот для более старшего возраста это в меньшей степени и клубная работа, или групповые занятия, это все-таки такие, как семейные занятия под руководством психолога. Вот, но еще важные акценты в работе этого клуба, это демократическая атмосфера, я уже немножко сказала, участники имеют возможность свободно высказывать точку зрения, нет директивных методов и оценок каких-то со стороны ведущих и участников группы взаимопомощь. Кстати, в этот клуб могут приходить и одинокие отцы, потому что, ну, это в меньшей степени в медиации, хотя в медиации у нас тоже сейчас бывают ситуации, когда по какой-то причине мама не стала и, ну, детья с бывшими тещами иногда тоже пытаются спорить по поводу, там, общения с детьми, не только с тещами, иногда и с дедушками по материнской линии. Это я к тому, что в этот клуб можно включать и вот таких одиноких отцов, которые, ну, по воле судьбы остались и мамой, и папой для ребенка, там, на данный момент. И здесь тоже поддержка такая требуется. Практическая направленность работы этого клуба еще и ценность в том, что дается по возрастным особенностям информация для участников группы и, если есть желание, то, конечно, всегда специалист даст консультацию по индивидуальным особенностям или по наблюдениям того, что происходит, как реагирует ребенок, ну, то есть, идет и взгляд со стороны наблюдения. И в основном все занятия проводятся в игровом формате и в процессе этого участники приобретают опыт общения и взаимодействия с ребенком через естественную для ребенка игровую среду. Вообще для ребенка игра очень целительное мероприятие и, наверное, пожалуй, единственное полезное, если вдруг что-то с ним происходит в психологическом моменте не так. Игры, естественно, с учетом возрастных психологических особенностей возраста. Вот. Ну, вот такие наши папы разного возраста, разного уровня, наверное, образования, с разным количеством детей, но, тем не менее, их всех объединяет желание быть полезными для своих детей, быть нужными и любить их в полной мере, не ограничивая ни себя, ни детей. Вот такие тоже наши папочки. И современный папа звучит гордо, поддержим, поможем, научим, говорит наш центр отрадное про территорию отцовства. И если завершить все-таки тему медиации и сопровождающего общения, я хотела сказать, что в целом в центре много направлений и сопровождение может оказываться, как сказала Лариса Евгеньевна, в рамках 442 закона, там есть тоже разные формы помощи. И еще у нас очень похоже на то, что рассказывали коллеги в первой части, сопровождающие общение семей, но они скорее не через медиацию к нам приходят, а по решению суда, потому что суд выносит решение по общению отца с ребенком на территории нашего центра. Я честно могу сказать, что мы не так детально подходим к, видимо, в силу того, что еще не так много опыта, потому что не так чисты запросы от судов, но мы примерно по той же схеме тоже действительно предоставляем помещение, предоставляем специалист, который отслеживает реакции ребенка, дается какая-то обратная связь с родителем, это тоже очень хороший переходный момент от необщения вообще к хорошему конструктивному общению родителя с ребенком. Но еще раз скажу, у нас все-таки система законодательная наверное немножко по-другому построена, и поэтому это скорее такие разовые заказы, заявки, запросы от судов. вот, но наверное это такая точка роста, о чем тоже можно в перспективе думать и развивать это направление. Спасибо за внимание, я наверное закончу. Наташа. Большое спасибо. Из докладов вытекает, что в понятии сопровождения в России и Германии есть определенные различия. Сопровождение в Германии это конкретная форма помощи семье после развода. В России же мы говорим больше о социальном сопровождении семьи, как о комплексном подходе к защите семьи и детей. И в рамках этого социального сопровождения семьи применяются методы и инструменты аналогичные сопровождаемому общению с ребенком в Германии. И я предложил бы уже перейти к нашим вопросам. Первый вопрос. Если родитель не исполняет решение суда по порядку общения и скрывает ребенка в том числе и от судебных приставов. Возможно ли какая-либо реакция со стороны социальных служб? в том числе и от километра суда социальных и от до до Это далеко не все решения суда, к сожалению, выполняются. И вот мы сталкиваемся с тем, что к нам обращаются приставы, и они тоже имеют идею сопровождающего общения. То есть они тоже на нашей базе иногда назначают встречи для родителей, проживающего отдельно, или взрослого, который претендует на общение с ребенком. Иногда приставы просят провести диагностику, которую мы делаем, социально-психологическую диагностику у детей для понимания, почему ребенок не хочет общаться, например, даже если есть решение суда. Но очень часто бывает, что говорят, что ребенок не хочет. И вот тогда мы можем помочь приставами, попытаться выяснить причины этого, что происходит на данный момент с ребенком, почему у него сформировалось такое отношение к той стороне, с которой он не хочет общаться. Никаких других действий мы, как социальная служба, не имеем права предпринимать, потому что есть органы, которые полномочены заниматься там или поиском, или мотивацией. Мы в данном случае можем оказать вот только вот две услуги, о которых я сейчас сказала. Большое спасибо. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, есть ли в Москве представительство службы медиации из Германии? Если есть, то какие существуют возможности сотрудничества у семьи с сотрудниками такой службы медиации? В том случае, если родители являются гражданами Германии, фактически проживают в Москве, и в их семье возникла спорная ситуация относительно порядка общения с ребенком, гражданином Германии. Спасибо. Я, Лариса Евгеньевна. Ну, на самом деле, медиация с 2010 года существует в России и в Москве в том числе, и в Москве есть много разных центров и институтов, которые занимаются медиацией и на платной основе, и на бюджетной основе. В рамках Департамента труда и социальной защиты, такого специализированного центра мультиязыковой, или как это назвать, межнациональной, таких услуг мы не оказываем. Хотя я знаю, в моем центре есть человек, который просил себя не обозначать, потому что ему кажется, что у него немножко потенциал немецкого не на том уровне находится, хотя этот человек проходил как раз курсы, это медиатор межъязыковой, как раз по немецкому, на немецком языке. Но мы все-таки, наша практика показывает, что медиацию эффективнее проводить в комедиации, и поэтому, наверное, если есть такой запрос, то можно к нам обратиться, и мы, наверное, подскажем или поможем вместе как-то найти ответ здесь, на территории Москвы, кто может более эффективно оказать эту услугу. Поэтому, если у кого есть вопрос, я думаю, что можно напрямую нам в отрадное задавать, и мы поможем, подскажем, чем можем. Большое спасибо. Следующий вопрос. Применима ли технология общения с кровными родителями, если ребенок воспитывается в приемной семье? Если речь идет про территорию отцовства и про клуб отцов, если это имеется в виду, то это вполне применимая технология, потому что для... Ну, я как психолог, как клинический психолог, считаю, что для ребенка важен значимый взрослый, который сможет удовлетворить его потребности в полной мере. И поэтому, если этот взрослый не кровный родственник, то здесь нет препятствий для... Ну, все равно удовлетворения потребности ребенка. Вот, поэтому и территория отцовства и сопровождающая общение, на мой взгляд, не зависит, кровный это родственник или замещающая семья. Большое спасибо. Следующий вопрос, если я правильно понимаю, к Ларисе Евгеньевне. Не считаете ли вы, что было бы эффективно увеличить количество помощи, оказанной на первых двух уровнях, и сделать ее более доступными, чтобы предупредить возникновение ситуаций третьего и четвертого уровня? Если я правильно понимаю, этот вопрос относится вот к этому слайду вашей презентации, и имеется в виду первый и второй уровень, адаптационный и базовый, а третий и четвертый – кризисный и экстренный. Ну, хорошо, коллеги. Да, мы говорим о уровневом подходе к сопровождению семьи. Эти уровни, в данном слайде представлено четыре уровня. Есть также подходы трехуровневый. Как бы первые два, о которых вы говорите, базовый и адаптационный, объединяются и выделяются кризисный и экстренный. Конечно, ваш вопрос звучит так, увеличит ли услуги и помощь семьям, которые находятся на первых двух уровнях, как профилактика и предупреждение тех трудных жизненных ситуаций, о которых обозначается тоже в законе, что те ситуации, с которыми пока сами самостоятельно не могут справиться семьи, будучи там, они конфликтуют или они в разводе, о котором мы говорим, находятся на разных территориях, а ребенок один, который как бы решается судьба его, то мы говорим именно о первых уровнях, первых двух базовых, или эта семья переехала, и расставание с одним из родителей происходит, и один родитель, получается, лишен общения с ребенком. И тогда мы говорим однозначно, конечно, про эта работа, которая ведется, она и больше ведется, больше случаев, которые, если мы определяем на ранней стадии проблему в семье, а у нас есть еще в России технология работа со случаем, как выявление тех кризисных и трудных жизненных ситуаций семей, которые находятся вот в этой ситуации, и сигнал может поступать из разных ведомств и общественных организаций, соседей, которые могут сигнализировать сигнал о конфликтах, о жестоком обращении в семье. То есть это могут быть случаи, но еще не системное такое отношение, которое требует кризисного вмешательства, а предварительного, как базового или адаптационного, когда семья будет находиться на сопровождении, как я уже сказала, по индивидуальной разработанной программе на три месяца, на шесть месяцев, девять есть месяцев, и переход ее потом в самостоятельное решение своих трудных жизненных проблем. И с учетом вот сопровождаемого общения, установления контакта с ребенком, когда и как общаются родители. Большое спасибо. Следующий вопрос. Могут ли обратиться в клуб территория отцовства те отцы, кто не проживает в районе Отрадное или не имеет регистрации в городе Москве? Да, жители Москвы могут обратиться в Отрадное и написать заявление на получение таких услуг. Но есть одно ограничение. Основываясь на 442-м федеральном законе, мы имеем право оказывать услуги только детям-москвичам. То есть неважно, где проживает папа и где он прописан, или там мама, мы услуги оказываем по ребенку. Поэтому если ребенок является москвичом, и родители могут предоставить такие документы, то мы с готовностью будем оказывать ему такие услуги. Большое спасибо. Следующий вопрос. Как чаще всего к вам в центр попадают папы? Приходят ли в данный клуб отцы по рекомендации медиаторов? Есть ли такой опыт? И как на данное общение отца и ребенка влияет групповая форма? Да, к нам папы попадают разными способами. Они попадают тогда, когда вообще форма заявительная. То есть папа может прийти написать заявление. Ему могут рекомендовать обратиться к нам в органах опеки, КДН, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. И медиаторы тоже могут рекомендовать такой способ общения. Ну и как мы уже говорили, в принципе, если все-таки ситуация вырвелась, то приставы могут, скажем так, рассказать семье о том, что такая форма существует. И с помощью нейтральных посредников, тех специалистов, которые этот клуб ведут, возможно, мама тоже может согласиться и будет выполнять решение суда более лояльно. То есть разные способы есть, чтобы оказать помощь папе и семье в такой ситуации. Спасибо. Следующий вопрос. Какой квалификации должны обладать специалисты? Как я уже сказала, у нас клуб этот ведет психолог. То есть это человек с высшим психологическим образованием. И специалист по реабилитационной работе чаще всего это педагог, это может быть логопед, дефектолог или специалист по работе с семьей. То есть человек, обладающий каким-то социальным образованием. Спасибо. Следующий вопрос. Вероника, скажите, пожалуйста, социально-педагогическую диагностику вы проводите только по запросу приставов или возможно провести такую диагностику по запросу органов опеки? Конечно, запросы приставов, это, я не знаю, наверное, десятая только часть нашей работы. Основную диагностику социально-психологическую, комплексную диагностику семьи, эмоционального состояния ребенка. Здесь уже отходим сейчас от медиации. Это как направление родственное, очень близкое, иногда пересекающееся. Эту диагностику мы делаем чаще всего по запросам органов опеки. Это когда они готовятся к суду или когда видят, что между родителями какая-то очень конфликтная ситуация по поводу ребенка. И иногда суды к нам присылают. Но я прошу обратить внимание, что мы не имеем экспертной лицензии, поэтому это не экспертное заключение. Мы из Москвы организации, которые делают именно экспертное заключение, более объемное, более глубокое. Но, тем не менее, суды обращаются за нашим мнением. В качестве... Мы делаем диагностику. И суды часто вполне удовлетворяются нашими результатами. Мы не очень приветствуем индивидуальное обращение. Мы обычно это от органов опеки или от судов. Спасибо. Следующий вопрос. Я бы... Да, Наталья? Уважаемые участники, уважаемые спикеры, к сожалению, у нас время... Наше время стекло. И наши переводчицы, которые вот так усердно с нами трудились, работали, я думаю, им уже пора как бы, да, закончить. Поэтому, как вот мне не жаль, все-таки это будет последний вопрос сегодня. Я надеюсь, что как бы никто не обидится. Но, к сожалению, условия таковы, что больше не можем. Спасибо. Итак, последний вопрос. Если в семье есть споры, например, по вопросам воспитания, но семья не находится в процессе развода, могут ли они обратиться за медиативной помощью? И кто из родителей, мама или папа, лучше идет на контакт с медиатором? Ну, это, знаете, мечта. И такая очень... Я надеюсь, что в будущем любая семья, которая сталкивается с какими-то даже легкими сложностями, вместо того, чтобы входить в ссору или в конфликт, они даже, может быть, не идя к психологу, будут обращаться к медиатору. Медиатор как независимый посредник будет с легкостью и помогать им находить какие-то общие решения, выходы из этого спора и помогать, показывать, как можно коммуницировать, даже без помощи у посредников. Это вот про... Конечно, женщины. Женщины, они более гибкие, более активные, более энергичные. И, конечно, чаще всего инициатором запроса выступают женщины. А с мужчинами сложнее. Но психологическое просвещение благодаря средству массовой информации, интернету и всему остальному у мужчин тоже повышается. И они вполне... Тоже сейчас очень много обращений мужчин. Мужчины тоже становятся у нас очень продвинутые. И в области психологии, и даже медиации. Уже даже слышали, что это такое. Поэтому, в общем, неважно, на самом деле, кто обратится. Главное, чтобы обе стороны имели добровольное желание попытаться разобраться в своем конфликте и решить свой спор. Большое спасибо. На этом мы закрываем наш вебинар. И наш следующий вебинар состоится в четверг, 3 декабря, в 14 часов по московскому времени. И будет посвящен семейным групповым конференциям. Нашим спикером с российской стороны будет кандидат медицинских наук Анна Михайловна Чижова, медиатор студии инновационной психологии и медиации ЭГО. А немецкую сторону представит педагог Зоя Шлёрд, инструктор по медиации в составе Федеральной ассоциации специалистов по семейной медиации. От имени немецко-русского обмена благодарю всех слушателей и спикеров за участие в сегодняшнем вебинаре. Отдельно огромное спасибо я хочу сказать нашей синхронной переводчице Сузанне Коншак. Еще раз спасибо за ваше внимание, за ваши вопросы и за дискуссию. И до следующей встречи в четверг, 3 декабря. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok